И всем привет, ребят, с вами Сорваник, из-за записанного ролика, сегодняшний видеоролик неожиданно появляется у нас днём, я вообще не думал, что сегодня у нас будут какие-то новости в игре, но сегодня у нас появляется анонс нового ивента, и вместе с этим ещё и выходит список обновлений, раньше у нас всё выходило в четверг, в 4 часа дня, сегодня у нас среда и даже ещё 4-х нету, но уже у нас есть новые анонсы в игре, и эти анонсы очень неожиданные, интересные с одной стороны, с другой стороны, я вообще поражён, честно, поражён от того, что я увидел. Но начнём сначала с ивента, который у нас стартует с завтрашнего дня, новый ивент День Духов, это всё продолжение Хэллоуина, как я и говорил, что скорее всего он будет продолжаться дальше, и что-то у нас ещё появится, и появляется у нас новый ивент с 4 ноября, именно с завтрашнего дня по 15 ноября рестарта. Появляются новые специальные предложения, 500 танкоинов, то есть 5000 танкоинов, которые по 150 забирать каждый день, 15 ультраконтейнеров и по 300 каждой расходки, и 200 ультраконтейнеров, вулкан, вулкан ультра и здесь ещё устройство на вулкан, то есть 3 таких, ну не сказать, конечно, что сверх жёстких каких-то спецпредложений, но какие-то новые определённо выходят. Интересно, вот мне будет, сколько будет стоить вот это вот сокровище мертвеца. Старые спецпредложения, которые с леденцами, они остаются, да, поэтому их вы также можете брать для конфет. Здесь почему-то про конфеты ничего не написано, не знаю, наверное, значит их не дают. Также ультраконтейнеры, коинбоксы и большая, просто огромнейшая пачка новых супермиссий. И награда за все супермиссии 20 ультраконтейнеров. Это жёстко, и такого ещё у нас не было. Максималочка, это была пятнашка, сейчас дают целых 20 ультраконтов, и задания надо выполнить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Если я не обсчитался, то 11 заданий, ещё 11 обычных контейнеров с них можно заформить. И по 25 звёзд, задания максимально простые, на каждый из пушек дальности по 150 киллов. Дальше прожать расходку, ДА, ДД, ускорение и овердрайвы. То есть, ну, ничего такого сверхъестественного, если честно, в этом нет. Да, здесь пушки и корпуса. То есть, все комбинации разыгрываете, набиваете и формите 20 ультраконтов. Очень неплохо и не тяжело. Плюс, ко всему прочему, делают у нас скидки 30 на магазин и 30 на гараж. Пушки, корпуса, модули, устройства, дроны, припасы, включая батарейки. И красочки. Ну и плюс ещё скидки 30 и 50 на ускорение. Ну, короче, дополнительный небольшой ивентик. Но, это не всё. Это не всё. У нас появляется специальный режим с 5 по 8. Васпожига, демоник, ночной полигон. Про-версия. И вероятность выпадения золотых ящиков увеличена. Это жёстко. И ещё появляется у нас новая карта уже через неделю после Васпожиги. Новая карта тоже с вероятностью выпадения золотых ящиков увеличена. Карта какая-то чернушка. Написано, что эта карта давно уже была анонсирована в одном из видеоблогов. Но на флеш-версии не могла работать. И сейчас с вводом HTML5 на постоянную основу выходит эта новая карта. Не знаю, что за карта. Если вы знаете, можете написать в комментариях к этому видосу. Будет интересно почитать. Ну и понятное дело, что двойные фонды у нас стартуют с завтрашнего... Нет, не с завтрашнего. С послезавтрашнего дня. Это то есть пятница, суббота, воскресенье. И через неделю опять так же самое. На три дня фонды и опыт в игре увеличены. Поэтому вот так вот никто не ждал. А у нас появляется новый вент День Духов. Но это не самое главное. Это еще ерунда. Это просто как бы ивент. Окей, крутой, хороший. Пойдет. 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 Но, что у нас появляется здесь? Полная перебалансировка всех овердрайвов. Овердрайвов. Это то, чего не было давно. И все направлено на то, что теперь вы сможете прожимать намного, намного меньше овердрайвов в боях. Обо всем по порядку. Так, что тут с паладином? А, обновленный ультраканалевский паладин в раннем доступе нового устройства для Тесла пушка. Последняя из версий. А, я думал тут уже паладин появляется за кристаллом. Но вроде нет. Пушка рельса. Сила удара увеличена с 2,6. 7,8 до 4,12. Жесткая сила удара. И это больше похоже на то, что возвращается та сила удара на рельсе, которая будет минусовать в бок. Если поперек стоит вам корпус, вы стреляете ему в серединочку или там в краешек, он будет падать в минус. Возвращается вот этот вот замечательный баланс. Устройство дистабилизации снаряда. Удален. Бонус для силы удара. Доработки. Скорострельности под действием овердрайва викинга. Короче, рельсу, ну не сказать, что апнули, но сила удара это что-то интересное. Ну и дальше, дальше овердрайвы всех корпусов. Могу сказать, если вкратце, то время зарядки каждого овердрайва увеличено. Каждого. Просто каждого. Радиус подавления на ВАСПе уменьшили. Но теперь он вместо 1060 метров. Зато само подавление, если вы его накладываете на оппонента, то оно действует 30 секунд. У хантера подавление теперь тоже действует долго. Ну и радиус поражения ВАСПом взрывом теперь не 25, а 20 метров. На 5 метров пофиксили. Харек наложение, ну чуть-чуть увеличили. Пробитие увеличили с 3 до 5. То есть, чутка обустанули. Радар тоже чуть-чуть приподняли, да. Ну есть такое небольшое возвращение хорька. Ну и, соответственно, увеличено время зарядки овердрайва до 180 секунд. Хопперу просто увеличили до 180 секунд зарядку. Викингу увеличили зарядку до 360 секунд. То есть, в пассивном наборе Викинга овердрайв будет набираться 5 минут. 5 минут в пассивном, если вы не доставляете флаги, если вы не уничтожаете противника. 5 минут копится овердрайв. Это очень долго. Прям очень долго. Паладин овердрайв копится 270 секунд. Хантер овердрайв. Время подавления увеличено с 9 до 18 секунд. Радиус подавления очень маленький. Но, видите, если наложите, то 18 секунд подавления будет. Также зарядка овердрайва 180 секунд. Столько же, сколько и у хорька. Крусейдера 150 секунд время зарядки. И после запуска овердрайва заряд овердрайва не пополняется за счет получения очков в течение 6 секунд вместо 3. То есть, тоже такой нерф. Нерф от диктатора. Заряд овердрайва союзных танков уменьшен с 50 до 25. То есть, теперь только четверть овердрайва дает тиммейту. И то, это только одному нужно удержать это в голове. То, что только 25 одному. А если там на всех, то там начинает он пилиться пополам. Зато время действия суперчарджа, это, я так понимаю, время критического урона. С 5 до 6 секунд увеличили. Дальше, после запуска овердрайва, 7 секунд не наполняется овердрайв. И время зарядки овердрайва 270 секунд. В 2 раза практически увеличили. И это, если я не ошибаюсь, самый большой буст относительно... Ну, вернее, не буст, а нерф, да, относительно того времени, которое было, да. То есть, здесь увеличили диктатору практически в 2 раза время зарядку овердрайва. И это, конечно, печально. У ареса скорость шарика уменьшили. Ну, и здесь, там, чуть-чуть увеличили со 140 до 180 набор овердрайва. Титану 270 секунд. Это даже больше, чем диктатор. Вот, время зарядки овердрайва здесь выросло на Титане очень много. Я не знаю, зачем Титаны так вообще неиграбельны с овердрайвом, со своим, потому что он контрится и мамонтом, и контрится и... Васпом, да, бомбой. А мамонта, наоборот, апнули. И апнули тем, что теперь время действия овердрайва работает 9 секунд вместо 7. После запуска овердрайва не наполняются очки, но это ладно, это окей. Ничего страшного, в принципе, в этом нету. И овердрайв копится всего лишь 150 секунд. То есть, по сути, это стабильный, хороший рабочий корпус, на котором можно наваливать. Прям можно хорошо конкретно наваливать. Мина, шанс критического урона с 1% поднят до 5%, но и также дальность видимости мины теперь у нас получается 12 метров. То есть, чуть получше, чуть подальше можно будет уже изначально видеть мину. Но критический урон, который может вылететь, это будет, получается, 4000, да? Но это много, это много. И то, что теперь этот шанс крита не 1%, а 5, значит критов будет больше. Это больше рандома, а рандом не такое себе приятное изменение, которое можно было бы видеть. По дроном здесь изменения только в диверсанте. Время активации дополнительных мин увеличено с 2,1 до 5,4. То есть, ну, тоже такой небольшой энерфик. Кулдаун на переодевалку со 180 секунд с 3 минут увеличен до 5 минут. Да? Нет, до 6. До 6 минут увеличен. В 2 раза больше теперь кулдаун на переодевалку. Ну и здесь написано то, что звуки тоже у нас поменялись с танковикс, всяких сирен, уничтожений, активаций и прочих вещей. Плюс карты шоссе Кунгур для СЛ переделали точки. Темпл добавлены киллзоны каких-то там центральных ямах. Я не совсем понял. На солике переделали точки респаунов с режима осада. Колхоз убрали из матчмейкинга. Я не знаю почему. Отличная карта. Мне она очень нравилась. Но ее зачем-то убирают. Ну и плюс здесь какие-то настройки, отдельные графики для ремастер-карт сделали. Плюс исправление ошибок. Короче, полные изменения с овердрайвами. И есть, что здесь разбирать. Есть, что здесь рассматривать. И, ну, это нерв. Это жесткий нерв. И еще и здесь я где-то забыл вам прочитать про то, что респы у нас теперь тоже будут работать дольше. Респы. То есть там инвиз. Инвиз танка будет до 6 секунд. Вот, неуязвимость увеличена до 6 секунд. В соло режимах до 4. То есть, ну, такое тоже неприятная тема. Я и так не любил этот инвиз. Так теперь еще и 6 секунд он будет в матчмейкинговых боях. С одной стороны, непонятно вообще, зачем все это дело делается. С другой стороны, я понимаю, что овердрайвы копятся дольше. Из-за того, что у нас появился он как припас этот овердрайв. И разработчики теперь хотят раскрутить эту тему. И, скорее всего, будут какие-то изменения с этими овердрайвами. Овердрайвами, чтобы их можно было покупать. И кто-то хочет на этом воронуться. Красиво воронуться. Я, ну, другого объяснения не вижу. Зачем делать такие долгие кулдауны овердрайвов. Скорее всего, это все с этим и связано. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что здесь будет много чего потестить. Да, рассмотреть корпуса. Подумать, на чем лучше катать. Но я думаю, что диктатор все равно будет актуален. Да, даже с таким долгим зарядом овердрайва. Корпус отлично подходит для игры в матчмейкинге. Но здесь, по сути, наверное, все средние корпуса. Так, по большей части из Зернерфили. Викинг это вообще габела. 360 секунд зарядка овердрайва. Это просто ужас. Это космос. Это безумно большие цифры. Я не знаю. Ну, а что касаемо ивента, то прикольно. Вас по жигу ждем. Будем смотреть, что у нас появится уже завтра в игре. Поддерживайте видео с лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ну, и пишите, что вы думаете. По этому всему поводу. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.